Всем привет, с вами Димир, это канал Эдзбро. Сегодня в этом ролике мы с вами отправимся в путешествие на поезде. Помните режим пыльная поездка? Так вот, ребята, вместо машины в этом режиме у нас будет поезд. И у нас задача как можно дальше отправиться от пункта отправления от этой станции. Ссылочку на режим я оставлю в описании, можете зайти поиграть. Обязательно подпишитесь на канал, не забудьте это сделать, поддержите видео своими лайками, если хотите видеть продолжение. А также в этом ролике будет мой личный кодик, который поможет вам залутать немножечко коинов. А плюс, если вы вступите в группу разработчика, то у вас тоже будет начальный баланс немножечко больше, чем ноль. И на эти коины в магазинчике можно много чего интересного приобрести. Так, здесь мы делаем спинчик за коины, и в этом спинчике мы можем получить какие-то даже легендарные предметы. Но, мне интересно, что у нас есть в магазине. В магазине мы можем поменять, я так понимаю, свой цвет, возможно цвет поезда, но я думаю, что это не самое важное, и коины нужно будет сохранить. Ну и, собственно, мы с вами появляемся на общей карте, общая станция, и дальше уже происходит распределение. Вы сами выбираете, куда хотите отправиться. Но перед этим нужно ввести обязательно кодики, а потому что, я так понимаю, когда вы уже будете на карте, это сделать не получится. Заходим в настройки и вводим первый кодик, который называется It's Bro. Так, интересно, сколько коинов? 5 коинов дали. Ребята, поверьте, даже 5 коинов в этом режиме будут нормальные. Следующий кодик переписываем, получили еще 5 коинов. И кодик Winter получили еще немножко коинов. Итого, ребята, 50 коинов, это достаточно неплохо, скажу я вам. Ну что, давайте отправляемся туда. Так, один игрок, я в одиночку хочу. Так, надо выбрать траву, песок или... Ну давайте, я на песке пойду в одиночку, нажимаем на кнопочку старт, ждем, когда обратный отсчет закончится, и нас телепортируют уже на карту. Итак, наконец-то нас телепортировало. Здесь небольшой туториал. Нам нужно собрать мешочек с углем. Так, забираем его для того, чтобы наш поезд-то поехал. Ладно, туториал закрываем. Здесь мы можем продать предметы, которые сможем залутать. Мы будем, а как раз, двигаться на поезде вперед, и там будут различные магазинчики. Здесь у нас что на станции доступно. Здорово. Так, здесь у нас есть бутылка с водой, 2 коина. Видите, цены совсем небольшие. Есть у нас бита за 5 коинов, чтобы отбиваться. Огурец, чтобы покушать. Так, это у нас... Давайте-ка возьмем еще уголька. Так, на всякий случай возьму. Вдруг нам не хватит. Есть пушка. Блин, мне очень хочется пушку. Блин, давайте я возьму себе пушку, чтобы не битый, например, отбиваться, а прямо реальная угроза. Да-да еще. А этого чела можно убить? Патроны там, наверное, да, должны быть. Поэтому не буду на него тратить. Здесь у него вроде как больше ничего интересного нет. Окей, сразу отправляемся сюда. А здесь поезд. Вагончики у нас... Так, сюда топливо нужно. Так, давайте-ка топливо сюда закинем. Так, стоп. Давайте вот так вот выберем мешочек. Топливо это сколько? 9 килограмм. А, стоп, это я обычное топливо. А сейчас мешочек с топливом того 25. То есть, чем больше топлива, тем дальше вы на этом поезде сможете отправиться. Здесь у нас есть как раз камера хранения. Сюда мы помещаем предметы, которые у нас есть в инвентаре. Пушку я туда помещать не буду. Ну и, собственно, все. Вроде как здесь больше ничего нет интересного. Так, это что такое? Это бутылочки пустые. Так, ладно, теперь мы будем машинистами этого поезда у нас. Так, это свет мы можем, да, регулировать? Да, смотрите, свет. Здесь двигатель. А у нас здесь еще есть что такое здоровье. Так, ладно, давайте заводим двигатель. И погнали. Нажимаем на кнопочку вперед. И, собственно, отправляемся туда. Сверху показывается расстояние наше рекордное. Или, например, в этом поездке сколько мы метров уже проехали. Так, и, соответственно, у нас на пути будут различные объекты. Нам нужно найти магазинчик. В магазинчике мы можем что-нибудь интересненькое купить, забрать, отобрать. Ну, это так чисто по приколу. Так, здесь вроде как ничего нет. Так, ждем, когда будет первый магазин. 250 метров уже проехали. Самое главное вовремя остановиться. Так, объекты, пока ничего не вижу. Топливо у нас расходуется. Так, уже 21 килограмм угля остается. И там вдалеке есть что-нибудь или нет? Практически полкилометра мост. Около моста не буду останавливаться. Возможно, после моста будет как раз что-то необходимое. А мы воспользуемся вот этой пушкой. Блин, пушка, это прикольно. 600 метров уже. Ну, пока что ничего особо интересного здесь нет. 19 килограмм угля. Ждем, когда появится у нас первый магазинчик. Я проехал уже километр, но никаких ни магазинов, ни объектов, ничего здесь нет. Интересно, какой рекорд-то, кстати, здесь по трассе. Так, слева что это такое? О, о, это следующий станции или магазин. Так, притормаживаем. Притормаживаем, потихонечку подъезжаем. Это, походу, ребята, следующая станция. И тут-то какой-то зомбак есть. Окей, ладно, мы приехали. Двигатель выключаем, чтобы топливо не расходовалось. Надеюсь, оно не расходуется. Так, беру пушку сразу. Ну и, собственно, из автомата его расстреливаю. Убиваем зомби. Нет, он не убился. Так, блин, управление не очень удобное. Нока-нока-нока-нока. Блин, он меня сейчас атакует. А у меня... У меня патроны закончились. Все, перезагрузился. Как мне его обстрелять-то? Ё-моё. Здесь какая-то кнопочка должна быть. Чтобы... Так, убегать. Я могу убегать от него. Сейчас я убегу. Так, релот. Кнопочка R. Нажимаем, перезагрузка. А почему не перезагружается? Все, перезагрузился. Эй, я, может быть, не на ту... Я на левую кнопку мышки нажимаю. Сейчас еще один выстрел, и я его убью. Опять патроны закончились. Релот. Перезагрузочка. И все. Убил, наконец-то. Fire Model Auto. Может быть, какой-то ручной нужен на вариант. Ладно, в любом случае, мы этого зомби замочили. Вот там какой-то голубой зомби есть. Ладно, может быть, он мне сейчас будет не нужен. Так, здесь, в этом магазинчике, что такое? Открываем дверь. Так, залутали яблоко. Перекус, банан. Залутали. Так, соседнее, что у нас? Здесь, что у нас есть? О, топливо есть. Все, больше ничего нет. Топливо пригодится. Ну, вот так вот обследуем. А я так понимаю... О! Там какой-то монстр. Нафиг я туда не пойду. Я туда не пойду. Здесь у нас ничего нет. Может быть, там что-то полезное, конечно, и находится. Но как-то, честно говоря, боязно. Так, все, ладно, убегаем. Нафиг уезжаем отсюда. Чуть подальше загружу топливо. Двигатель есть. Все, поехали. Все, на этой станции практически мы залутались полностью. Так, зомби, надеюсь, не загрузился ко мне? Нет, зомби не загрузился. Но мы получили немножко провизии. У нас морковка, банан, яблоко. Чуть-чуть мы топливо еще залутали. Ну, и 12 килограмм. Но пока что мне хватит. Ну, вот так вот в таком темпе нужно дальше продвигаться. И ждем следующего магазинчика мне... А здесь магазина, кстати, не было, да? То есть, место, где реально за деньги можно что-либо купить. Я тут еду и думаю, надо было, наверное, биту все-таки купить. Так, это что такое? Это может быть как раз магазинчик. Я буду притормаживать или это может быть следующая железнодорожная станция? Так, притормаживаем. Так, это магазин. Окей, двигатель останавливаем. Если будет какая-то бит, то нужно будет ее брать. Пистолет. Так, здесь у нас камера. Зачем мне камера? Фиг знает, не знаю. Автомат. Сколько у меня патронов еще? Патроны вроде как в наличии есть. Морковка за коин один. Так, а я 55% голоден. Пистолет взять, макаров. Давайте на всякий случай еще одну пушечку возьмем. А пригодится, возможно. И я так предлагаю, давайте перекусим. Так, съедим немножечко морковки. Так, перекусили. Так, морковкой мы уже полакомились. Ладно, давайте попробуем, может быть, топливо загрузить. Те 8 килограмм маловато. Добавлю сюда как раз топливо. Уже 11 килограмм. Ночь. Включаем фонарик и отправляемся дальше. Может быть, дальше что-то интересненькое будет. Что такое Ю? Фирст 34. Блин, ребят, честно говоря, я не знаю, может быть, это мое здоровье. Может быть, мне еще что-то? Фирст. А, я перевел. Это жажда. Бутылочку с водичкой мне срочно нужно где-то раздобыть. Еда-то у меня есть. А вот с водой, конечно, проблема. Надеюсь, в следующем магазине будет. Так, у меня 22 коина. Можно все, в принципе, продать. Ну, а какой в этом смысл? Так, следующая железнодорожная станция. Так, надеюсь, там будет что-то интересненькое. Так, тормозим. Тормозим, тормозим. Двигатель выключаю. Блин, проехал немножко. Ё-моё, а задний ход есть, интересно? Задний ход есть. Но я думаю, что не буду его юзать. Так, давайте выходим отсюда. Так, мне нужна пушка. Как сделать ручной режим? Ё-моё. Так, ладно, давайте сделаем ограбление магазина. Может быть. Скоростной зомби. Так, несколько выстрелов в этого зомби. Блин, не получается убегать, что ли, как-то от него. Футбольный мяч. Нужен ли он мне? Ну, давайте залутаем. И сверху попробовать. Сколько здесь много зомби-то? Так, обычно магазина нет. Блин, а как бегать-то? Мне почему-то не бегает. Мне нужен уровень. А, я слишком устал, чтобы бегать. Окей, если я в магазин отправлюсь, я смогу от них скрыться или нет? Так, магазинчики, что здесь? Так, топливо есть? Есть. Отсюда буду отстреливаться. Макаров, если возьму. Ну-ка, 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 ну-ка. Блин, их слишком много, капец. Так, ладно, обманул. Обманул их. Так, здесь залутали еще что-то топорик. Вот топориком, кстати, их можно было бы, наверное, замочить. Так, там еще несколько магазинов нужно обойти. Так, сюда заходим. Еще один. Блин, е-мое. У меня здоровье, у меня жажда. Мне пить нужно. У меня воды вообще ни капельки нет. Если я сейчас буквально не найду в этом месте воды, то, скорее всего, я просто от жажды помру. Блин, это очень обидно. Так, смотрим, здесь что? Здесь ничего нет. Так, в этом домике зомби. Блин, не хочет туда отправляться. Так, ну, бутылочку с водой, пожалуйста. Бутылка! Бутылка с водой. Так, срочно берем бутылочку, пьем. Пьем, пьем. А, это пустая бутылка. Е-мое, блин, ребята, все. Все, can't be salt. Я могу ее продать, а выпить ее, к сожалению, нельзя. Топорик, макаров, мячик. Но от этого, к сожалению, я насытиться водой не смогу. И, кстати, топливо у меня заканчивается. И все. Походу, ребята, я сейчас умру. Но проехал 2,5 километра. Ну, мне кажется, для первого раза это вполне неплохо. Так, ладно, на респавн отправляемся. А, за робоксы это дело? А без робоксов меня откинет на спавн. И надо будет начинать, скорее всего, все с самого начала. В общем, друзья, вот такой ролик у меня получился. Достаточно интересная, веселая игра. В примерном стиле, как пыльная поездка. Но, опять же, отличие только в транспорте. И, мне кажется, это вполне неплохо. Еще надо научиться пистолетом-автоматом управлять. И заранее позаботиться о еде и воде. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики. Как всегда, ссылочку на режим оставляю в описании. Можете зайти и поиграть. Может быть, даже там вместе пересечемся. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok